МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, зачастую. А раньше мы всегда приезжали и начинали полоть картошку. Об этом мы сегодня поговорим. О том, что выращивать в садах нам, уральцам, и как это правильно делать, чтобы урожай был не только... Не только был, в принципе, но чтобы был обильный и вкусный. Ну и, пожалуй, Надежда Зинатовна, мы начнем. Давайте с картошки. Давайте. Давайте с обычной картошки. Давайте. Несмотря на стереотипы, что Беларусь у нас страна картофеля, мы также этот продукт обожаем и также обожаем его сажать. Как получить вот этот хороший урожай картофеля? Ну, я бы проверила немножечко ваше утверждение о том, что Беларусь – это родина картофеля. Но картофель у нас все-таки считается второй хлеб. Мы привыкли его использовать везде, и в первых блюдах, и во вторых блюдах. Без картофеля мы не можем уже обойтись. Да, вот это все-таки считается для нас вторым хлебом. И большие площади картофеля заняты были и до конца XX века, и сейчас люди возделывают этот картофель. И выводятся новые сорта, и как бы без картофеля нам все-таки не обойтись. Вот обычно, когда идешь в магазин, как-то не забиваешь себе голову сортами картошки, а, соответственно, когда его выращивать, я думаю, что это имеет значение. Вот посоветуйте, у нас, в общем-то, климат, не сказать, что очень благоприятный для каких-то сельскохозяйственных дел. Что, какие сорта выбрать именно нам, нам, тагильчанам? Ну, сорт, конечно, играет очень большое значение в получении урожая картофеля. В первую очередь, нам необходимо возделывать ранированные сорта. То есть, это те сорта, которые приспособлены к нашим климатическим условиям. И лучше всего возделывать сорта, которые выведены именно нашими селекционерами. Вот у нас есть Урал-Нисхоз под Екатеринбургом, и там выводят очень много сортов нашей уральской селекции, которые себя очень хорошо показали на нашей уральской земле. Это и сорта уральский ранний, и искростарый сорт. Сейчас новые сорта есть барон, парус, ирбитский, каменский. Сорта, которые именно в наших условиях дают хороший стабильный урожай. Мы обычно привыкли, выкопали картошку и, грубо говоря, ведро оставили на следующий год, для того, чтобы посадить. Как все-таки правильно вот с этого картофеля выращивать или специализировано съездить в питомник и приобрести именно посевной специальный? Ну, конечно же, мы можем использовать посадочный материал того картофеля, который посадили. Но нужно учитывать то, что через 5-7 лет картофель снизит урожайность, и он просто-напросто выродится. То есть, если один и тот же, картофель садить каждый год? Да, один и тот же сорт постоянно высаживаем. То есть, нужно менять посадочный материал, не только сорта менять нужно, но и менять, конечно же, нужно использовать более элитные семена или более высокую репродукцию. То есть, то, что выводят селекционеры семена, это считаются элитные. Затем на следующий год высаживаются, это уже получается первая репродукция. И мы можем приобрести вот эти семена первой репродукции в специализированных магазинах. Тем более, мы сейчас все любим слово элитный, и когда это касается семян, это, кажется, тоже существует такое выражение. Многие до сих пор золу используют в качестве удобрения для картофеля. Ну, где-то я читал, так сказать, я вообще такой начитанный, да? Хорошо. Где-то я читал, что неправильно мы делаем. Почему? Столетиями использовали. Ну, вот столетиями использовали. Используют очень хорошо использовать золу в том случае, если почвы слабокислые или кислые. А как это узнать? А это сделать нужно химический анализ почвы. Или вот самый простой способ посмотреть, какие растения растут на грядках на ваших. Если растет, например, очень хорошо щавель, щавелек малый сорное растение, да? Растет мать и мачеха, хвощ полевой, то это почвы кислые. Если же этих растений нет, то значит почвы или нейтральные, или уже ближе к щелочным. Вот наши исследования и анализы почв, которые мы проводим на нашей базе, мы показали то, что наши почвы сейчас в последнее время уже меняют реакцию свою, почвенную реакцию со слабокислой, уже становятся нейтральной и слабощелочной. А вот использование золы на слабощелочных почвах приводит к тому, что в почвах появляется такая болезнь, называемая парша картофеля. Это белый налет, если я помню. Нет, это не белый налет, это появляются такие, как бородавочки на картофеле. Но вкусовые качества при этом не меняются, но меняется только качество клубня. То есть он становится такой корявый, некрасивый, и поэтому возбудитель этой болезни, он может находиться в почве и жить в почве до 2-3 лет, особенно он живет в сухой почве. И поэтому, когда мы вносим золу, особенно больше 15 кг на 1 сотку, мы способствуем распространению этого заболевания. Тогда давайте пару советов. Если хорошо растет на земле щавель и хвощ, тогда можно использовать золу. Да, ее можно использовать золу. При этом лучше, конечно, если у нас щелочные почвы, лучше вносить удобрения, которые считаются кислые. Это, например, суперфосфат, сульфат аммония, вот такие удобрения, которые необходимы для любых культур, но, опять же, их лучше всего вносить на щелочные почвы. То есть нельзя просто так прийти в магазин и сказать, дайте мне удобрения для картошки, то есть нужно исходить из того, какая земля. Конечно, необходимо знать содержание элементов в почве, что у нас содержится, азот, фосфор, калий, какая кислотность, поэтому необходимо все сбалансированно вносить в удобрения. А в окрестностях Нижнего Тагила почва отличается друг от друга? Конечно. То есть нельзя вот так сказать, что, допустим, тем, у кого сады, например, на Монзина, тем стоит то-то использовать. А у кого сады на 350-м километре, тем нужно использовать что-то другое. Так не получится. Так не получится, нет, конечно. К сожалению. У нас почва всех разная. Я думал, что раз и дадим универсальный совет для всех садоводов Нижнего Тагила. Хорошо. Если у картошки обрывать цветы, а затем, когда образуются плоды, их тоже, говорят, что это способствует тому, что все уйдет в корень. Говорят, это бабушки. Это тоже ошибка очень большая, которую у нас делают наши садоводы. Вот то есть, когда я спросила у своего учителя и руководителя диссертации Сергея Кузьмича Менгалева, я спросила, если провести такой эксперимент, что мы удалим все цветы. Он мне сказал, что если мы что-то удалим, значит, в чем-то мы потеряем. То есть, растение будет стараться восполнить потерю того органа, которого он потерял. То есть, цветок он уже не восстановит, он будет чем-то другим восполнять потерю. То есть, будет увеличиваться количество клубней, но размер их будет очень маленький. То есть, да. Клубни не будут расти, масса не будет их увеличиться, их будет только увеличиваться количество. А что вообще делать, если картошка мелкая? То есть, понятно, что если она уже мелкая уродилась в этом году, в этом году ничего не сделать. А как предотвратить то же самое на будущий год? То есть, лучше всего менять сорт и использовать в нужном количестве минеральное удобрение. Наши садоводы иногда забывают, что нужно питание для растений. Так же, как и мы, растения питаются. И для того, чтобы сформировался урожай, необходимо питание. И поэтому необходимо использовать минеральное удобрение. Но опять же, в определенном объеме. Вносят органические удобрения. Органические удобрения никогда не восполнят. То есть, попросту навоз? Да. Навоз, опил, солому. Они никогда не восполнят недостаток питания для растений. Они только... То есть, нужны еще и минеральные. Обязательно. Они только органические удобрения, только улучшают структуру почек. Они делают ее более рыхлую. И при этом, ну как бы, еще являются тоже так же источниками болезни, особенно навоз. Поэтому свежий навоз никогда не вносится под картофель. Если я правильно помню, то раньше все садили между картошкой горох, бобы. Зачем это делали? И вообще стоит ли делать так? Ну, садили, наверное, для того, чтобы... Ну, для симбиоза это, конечно, не симбиоз. Я слышала такое, что это как борьба с колорадским жуком. Но тоже борьбы не было с колорадским жуком при помощи бобов. Для симбиоза это тоже плохие соседи, можно сказать. Да, есть у нас растения друзья, есть растения враги. Растения, которые... Вот бобовые растения, они почву насыщают азотом. То есть на корнях бобовых растений имеются клубеньковые бактерии. И вот они не только фиксируют азот из воздуха, но они еще насыщают почву азотом. А это плохо для картошки. А вот если посмотреть химический состав клубней картофеля, то мы увидим, что в составе, в химическом составе клубней больше калия. То есть для того, чтобы сформировать урожай картофеля, необходимо вносить в почву больше калия. И каким образом? То есть вот так же посадкой каких-то растений можно этого добиться? Посадками каких-то можно, например, использовать сидиральные удобрения. То есть зеленые удобрения, которые сейчас тоже становятся более модными уже у садоводов. То есть народик называют зеленые? Сидираты или зеленые удобрения, да, вот используют. То есть непосредственно можно или вырастить, рано весной посеять ту же горчицу, которая потом заделается в почву. И в органическом составе этой горчицы имеется большое количество калия, которое тоже так же будет благоприятно уже влиять. А потом можно еще и горчичку под картошечку сделать? Можно горчичку под картошку, да. Можно и после того, как собрали урожай картофеля. Горчица сформирует массу зеленую за 30-40 дней. И поэтому вот до наступления холодов практически она может сформировать массу, которую потом измельчают и заделывают в почву. Это считается зеленое удобрение. Вот воспоминание такое еще со школы с уроков истории. Трехпольный севооборот, когда меняли поля, да, то есть и земля отдыхала от посадок. На приусадебном участке, как правило, нет такой возможности, потому что 6 соток, да, и, как говорится, некуда там менять. Как помочь земле отдохнуть от посадок? Или отдохнет и так? Нет, почву, конечно, нужно поддерживать в таком состоянии, чтобы она отдыхала. Обязательно выводить какую-то грядочку из оборота. Вот высевать можно или зеленое удобрение, да, вот этот сидираты, или просто оставлять в чистом состоянии, то есть, как говорится, поддерживать чистый черный пар. То есть, к примеру, если у нас есть 6 грядок, допустим, на этот год мы не засеиваем первую, на следующий год мы не засеиваем вторую, я правильно понимаю? Да, правильно, правильно, да. То есть, севооборот, это называется, что чередование сельскохозяйственных культур в определенном порядке и на определенной площади. То есть, мы все время постоянно меняем культуры, не только правильно нужно их менять. Потому что есть растения-предшественники, которые оставляют в почве какие-то вредные вещества и непригодны для последующих культур. То есть, вот правильно. Наша уральская погода, наша уральская почва, что еще она может, как говорится, из себя исторгнуть? Можно ли вырастить арбузы, можно ли вырастить дыни, кукурузу, может быть, когда-нибудь вино уральское будем пить из уральского винограда? Ну, вино-то, наверное, может и будем. Есть садоводы, которые выращивают уже, да, виноград у нас на Урале. Ну, вот арбузы, дыни мы уже, наверное, третий год выращивали на агростанции. Вот у нас есть агростанция при Педакадемии. И мы выращивали арбузы и дыни, и очень хороший урожай в этом году получили. И пробовали их? Конечно, пробовали их, сладкие, вкусные, да. Ничего себе. Может быть, как раз подробнее об агростанции, потому что для меня было открытием, что у Педакадемии есть свои, ну, попросту, скажем, теплицы в Нижнем Тагиле. Что это такое, где находится, чем занимаетесь там? Ну, нашей агростанции уже больше 55 лет. Вы вот это, да, не слышали о ней. Ну, я слишком юм, чтобы... Да, наверное. Ну, площадь занимает, она у нас небольшую. До прошлого года площадь была агростанцией у нас 11 гектар. В прошлом году со строительством вот федеральной трассы на Титановую долину у нас часть нашей площади урезали. Теперь у нас площадь составляет чуть больше 5 гектар. Но на этой площади у нас размещены 3 теплички небольшие, парники. Мы выращиваем для Академии овощи, морковь, свеклу, капусту, картофель, конечно, выращиваем. Для Академии, в смысле, для столовой? Для столовой, да. Для столовой, да, мы выращиваем все это. И вот у нас как бы работают студенты, помогают нам в этом всем. То есть вот это то самое на картошку, да? Ну, на картошку, на картошку. В основном у нас студенты нашей кафедры естественных наук проходят практику. Вот по сельскому хозяйству мы рассказываем, показываем весь процесс от посева семян, вот той же капусты, томатов, пикировка, посадка в теплицах, посев мелкосемянных моркови и свеклы уже в открытый грунт. Учим их правильно, как выращивать эти культуры. То есть это же прополка получается, полив, подкормки и все. Студенты у нас это все делают своими руками. Мы вернемся к нашему разговору буквально через минуту. В связи с тем, что в последнее время, вы сами знаете, повышаются акцизы на табачную продукцию, я точно знаю, есть у меня такие знакомые, которые собрались табак выращивать сами. Они закупили семена и вот этим летом каким-то образом, они еще сами не знают как, собираются его попробовать вырастить. Может ли вообще табак вырасти у нас на уральской земле и как это сделать? Ну, табак, культура теплолюбивая и он у нас вырастет на уральской земле, но как все теплолюбивые культуры, необходимо выращивать их через рассаду. Ну, то есть как помидоры. Да. Получается сначала, как говорится, дома, на подоконничке, а потом уже летом в тепличку. Да, нет, не в тепличку, а в открытый грунт. В открытый грунт. В открытый грунт, да, точно так же можно выращивать в открытом грунте. Мы сейчас все заняты, ритм жизни у нас достаточно высокий. Есть ли какие-то культуры, которые не требуют особого ухода, особого внимания, но могут, так сказать, вот эту тягу к земле, помочь человеку прикоснуться, так сказать, к земле, не требуя от него много времени? Что посадить, да? В саду или дома? А я думаю, и так, и так. Ну, можно, например, вот дома сейчас в зимний период выгнать, вот это называется выгонка в зимний период, тот же лук, посеять, например, укроп, крест-салат очень хорошо дает и быстро урожай, очень полезный, вкусный, вот такие культуры быстро растущие. А новомодную рукколу можно ли вырастить дома? Рукколу запросто тоже можно вырастить дома, в домашних условиях на подоконнике можно вырастить. Да, вот такие культуры. А в саду что, они не требуют особого ухода? Ну, в саду, которые, культуры, которые не требуют ухода, ну, как вам сказать, они все требуют большого ухода. Любая, даже редиска, которая вот вроде бы простая редиска, которая может дать урожай нам за 20-30 дней, она тоже так же требует ухода, и необходима определенная температура, влажность, почва и так далее, и так далее. То есть любая хозяйственная культура, она требует ручек. Хорошо, понятно. Сейчас очень много и журналов, и газет, ну, то есть по садоводческой тематике, и передач по телевидению дают множество советов, зачастую они противоречивые. Вот к чему верить все-таки? Как, так сказать, найти истину? Найти истину, только участь на своих ошибках, я так думаю, что вот не спробовав что-то посадить, вырастить какую-то культуру своими руками, не посмотреть, как это все-таки растет в наших условиях, мы не научимся и не поймем. Ну, то есть универсальных советов не существует, и даже если вам дали какой-то совет, вы испробовали, у вас ничего не получилось, то нужно грешить не на телепрограмму, а на условиях. Конечно, а только на себя. У нас, тем более, еще ведь, видите, мы живем в зоне рискованного земледелия, все-таки мы не знаем, какая будет у нас погода летом, какая будет зима, вымерзнет у нас в этом году колорадский жук или не вымерзнет, как у нас вот все это связано. К слову о колорадском жуке, по-моему, в последнее время довольно много его на полях картофельных, и есть ли вот что-то принципиально новое для борьбы с ним? Ну, вот сейчас... Или все по-старому, опрыскивать гадостью. Да, колорадский жук уже просто приспособился к тем ядохимикатам, которые применяем мы в наших приусадебных участках. И вот самый эффективный, единственный, конечно, экологически чистый способ, который применяется, это, наверное, все-таки сбор. То есть ручной? Ручной сбор, по-старому. Да, да, да. Но это, конечно, очень тяжело и не всегда получается, потому что наши садоводы сейчас появляются в садах набегами, выходные только получается, не получается так, что жить постоянно на одном месте, собирать, ходить, каждый день хотя бы вот, да, вот что этого колорадского жука. В лучшем случае раз в неделю, да. Да, колорадский жук имеет свою цикличность развития. То есть даже ядохимикаты, которые рекомендуют использовать, они действуют только на определенные фазы развития колорадского жука. То есть на фазу личинки. На взрослого жука он не действует. На фазу яйца он тоже не действует. И поэтому, когда вот там рекламные ролики говорят, что достаточно одной обработки за сезон, и вы будете жить спокойно без колорадского жука. Это, конечно, все уже это... Ну, фикция. Да, да, можно так сказать, что фикция. То есть постоянная обработка вот именно колорадского жука, это необходимо. Есть, конечно, сейчас очень сильно действующие ядохимикаты, которыми обрабатывают посадочный материал картофеля, и тогда уже колорадского жука меньше становится. Но тоже это ведь, видите, все-таки химия, ядохимикаты. Ну, каждый выбирается для себя. Вопрос, который мы бы пробовали считать с друзьями, но у нас так и не получилось. Все-таки, что же выгоднее именно в финансовом плане? Выращивать овощи у себя на даче, у себя в саду, или все-таки покупать в магазинах? Если мы сейчас не касаемся трудозатрат, а именно стоимости итоговой. Ну, я считаю, что выгоднее купить все-таки овощи в магазине. Но единственное, что мы не знаем, какие мы овощи покупаем, сколько в них содержится вредных тех же ядохимикатов. И поэтому вот, ну, лучше всего я считаю, что чистый экологический продукт, который мы выращиваем, он все-таки полезнее и вкуснее. Ну, при нашей тагильской экологии я даже не знаю, что будет полезнее. Да, да, да. Будет ли то или это. Надежда Зинатовна, расскажите, как вообще вы пришли в профессию, когда вот у вас вот эта любовь к земледелию проявилась? Ну, профессию вот, профессию я, наверное, вот все-таки большая-то любовь у меня проявилась уже только тогда, когда у меня появился свой личный сад. Когда я уже поняла, что вот я могу что-то сама вырастить, получить какой-то урожай и уже воспользоваться этим урожаем. Какие-то провести, например, даже, ну пусть не эксперименты сначала, просто смотрела, как вот какие-то культуры хорошо дают урожай, сравнивала. Вот тогда только вот, наверное, у меня появилась эта любовь. Ну, это больше 20, конечно, лет назад. А что вот вообще вы выращиваете в вашем саду? То есть, что выращивает кандидат сельскохозяйственных наук? Ну, у меня, как обычно, стандартный набор для семьи, то, что необходимо. Картофель, капуста, морковь, свекла, томаты, огурцы. Может быть, что-то необычно экзотическое выращивали? Да, выращивала экзотическое. Выращивала, вот, например, чернокорень, интересное растение. Значит, это очень такой крупный корнеплод, растет в землю до 50 сантиметров. В длину. В длину, да. По вкусовым качествам, конечно, очень вкусный. Но я его выращивала с той целью, что вот он применяется для борьбы с мышами. Да, у меня как-то один год было очень много мышей в садовом участке, и я решила попробовать. То есть, людям его есть можно, а мышам нельзя? Нет, он просто запах отпугивает. Запах отпугивает. Вот есть некоторые растения, которые отпугивают запахом своим, да. У нас есть и цветочные культуры, те же бархатцы, например, календула. Они ведь тоже имеют сильный запах, который тоже также отпугивает или вредных насекомых, или вот этих же грызунов, например, мышей. Вот чернокорень выращивала, попробовала, посмотрела. А может, что-то более привычное, экзотичное, там, авокадо, манду? Нет, конечно, такие культуры, это более теплолюбивые, а они требуют дополнительного обогрева и теплиц, специализированных теплиц, и большего ухода, конечно же. Пока еще с нашей работой, пока с нашей занятостью, нет такой возможности. Никаких там фруктов, овощей, гигантов не получалось? Очень часто же появляется информация в средствах массовой информации о том, что фермер какой-нибудь или садовод вырастил гигантский помидор или гигантскую тыкву, ну, что-то громадных размеров. Ну, вот у меня в 2012 году был очень большой урожай тыкв, мы вот ели, даже вот его всю зиму кушали с родителями, но где-то мы вырастили, наверное, около 150 килограмм этих тыкв. Тыкв было очень большое количество, и были крупные тыквы, тыквы размером до 15 килограмм, очень крупные, да. А что нужно, чтобы вырастить, например, гигантский огурец? То есть это просто счастье и удача, и это как бы случайно так получилось, или можно как-то целенаправленно добиться таких результатов? Ну, какой-то гигантский овощ, например. Ну, есть, например, китайский огурец длинный, который растет размером до 1,5-2 метров. Это вот те самые, которые зачастую сейчас зимой на прилавках магазинов? Нет, нет. То, что на прилавках магазинах у нас огурцы выращиваются портенокарпические, которые высаживаются... Страшные слова вы говорите. ...которые высаживаются очень рано в зимний период в теплицах, которые могут расти в теплицах без опыления пчелами. То есть те, которые... Вот огурцы, которые не имеют семян. Это портенокарпики считаются. То есть... А китайский огурец длинный, он растет у нас в садах, в огородах. Люди-садоводы высаживают эти огурцы. Они растут до 1,5-2 метров. И можно даже просто-напросто, вот если надо покушать огурец, срезают этот огурец. Срез постепенно пробковеет, и он начинает дальше расти. Ничего себе. Да, то есть это вот есть рта, такие рта, которые вырастают гигантских размеров. Надежда Зинатовна, скажите, пожалуйста, в феврале месяце многие садоводы уже готовятся к сезону, так сказать, и начинают некоторые действия производить. Что нужно делать прямо сейчас, чтобы потом не было мучительно больно за потерянное время и потерянное урожай? Ну вот сейчас садоводы уже начинают готовить землю для посева перцев, потому что перцы – это более теплолюбивая культура, которым необходимо увеличивать период вегетации, то есть их выращивают, высевают пораньше. Некоторые садоводы высевают уже землянику, тоже так же ее сеют даже в январе месяце, для того чтобы есть у нас безусые сорта земляники, которые необходимо высевать пораньше. То есть уже готовят посадки, посеву землянику. Можно посеять в феврале уже и баклажаны, можно посеять позднеспелые сорта томатов, тоже так же. То есть чем длиннее период вегетации у культуры, тем раньше ее высевают. То есть, ну вот мы в Педакадемии высеваем в начале марта томаты. То есть пока можно еще расслабиться? Еще время есть, да, у нас пока еще время есть. Ну мы как бы занимаемся сейчас у нас в зимний период идет выгонка тюльпанов к 8 марта, мы тоже такое, есть у нас небольшое направление в нашей работе. Сейчас вот у нас тюльпаны растут к 8 марта, да. Потом вот мы посеем уже томаты, и потом уже в весенний период начнем работать вот как раз на агростанции. Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо большое, Надежда, за разговор. А я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях была кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры естественных наук Надежда Зинатовна Касимова. Зинатовна Касимова. Зинатовна Касимова.